У них железные нервы и выдержка. Без них не обходится ни одно оперативное вмешательство. Они возвращают людей к жизни. Сегодня профессиональный праздник отмечают анестезиологи-реаниматологи. Анестезиолог – это гораздо больше, чем только погрузить в сон. Во время операции он должен контролировать работу дыхания, сердца, головного мозга и других жизненно важных органов пациента, обеспечивая его безопасность при проведении операции. Заведующее отделением анестезиологии и реанимации первой городской больницы Олег Олейник в профессии 20 лет. Говорит, возвращать людей с того света их каждодневный труд. За год через реанимационное отделение проходит более 700 пациентов. Вот в преддверии этого страшного конца больные похожи друг на друга. Вот это вот как раз те самые больные, которыми мы занимаемся. Достаточно сложно, достаточно серьезная психологическая нагрузка. И, наверное, не зря говорят, что по психологической нагрузке работа врачей-интенсивистов, врачей-анестезиологов, она из самых сложных. Анестезиолог знает, как работает весь организм в целом, каждая его функциональная система и каждый внутренний орган. Специфика врача-анестезиолога-реаниматолога заключается в том, что он должен ориентироваться практически во всех медицинских специальностях. Наши больные, они могут относиться к различным профилям медицины. То есть, ну, скажем так, если мы говорим о больных хирургического профиля, то это общихирургические больные, больные нейрохирургические, травматологические. Различные ситуации возникают в акушерстве гинекологии. При развитии критических состояний этими больными начинаем заниматься умой. Важной и надежной помощницей врача-анестезиолога является опытная медицинская сестра. Ее помощь врачу в спасении жизни пациента трудно переоценить. Чтобы работать в реанимационном отделении, нужно любить эту профессию. Любить ее, знаете, до дрожи в душе, потому что работа очень сложная. Во-первых, нужно, чтобы сестры были очень грамотными, чтобы сестры были очень быстрыми. Во-вторых, иметь железные нервы. Пациенты поступают разные – с тяжелыми травмами, жертвой дорожно-транспортных происшествий и преступлений. Соберешься вот так вот, если бы, да, кто, если не я, собрался и пошел в бой. Знаете, как в бой. У нас каждый день бой. Бой за жизнь, да, бой за здоровье человека, за здоровье пациента. Так что нервы, они у нас железные у всех. Людмила Хулга – заслуженный работник здравоохранения, президент Ассоциации медсестер Севастополя в отделении анестезиологии с 1986 года. Говорит, что не уйдет из профессии никогда, потому что очень сильно любит свою работу. А еще коллектив – большой и дружный. Когда уже пациент открывает глаза, а он был уже безнадежный, душа радуется, что ты просто так живешь на этом свете. Вот так вот. Так что мы делаем большое дело. Маргарита Пронина, Александр Листопад, Севинформбюро.